Константин Чекушин, вы его слышите. Доброе утро еще раз. И звоните нам, пожалуйста, с вашими вопросами по телефону 672-12-939 и 672-13-939. Также вопросы можно задавать на портале MixNewsLV в нашем видеочате. Ну что, начнем. Расскажите нам, что же нас ждет в ближайшем, нет, не в ближайшем, еще через выходные, получается, осталось совсем мало времени. И вот это вот такое грандиозное событие, на наш взгляд, совпадает тоже с грандиозным событием с днями Риги, да, получается? Правда, лишь тогда при этом умнейшие люди планеты. Абсолютная правда. На 14, 15, 16 августа, три дня, пройдет, скажем так, интеллектуальная олимпиада по играм «Что, где, когда», «Брейн Рингу» в своей игре и прочим тоже интеллектуальным играм. Приедут знатоки с 15, по-моему, стренд, сейчас регистрировалось, то есть это весь бывший Советский Союз, Германия, Финляндия, Англия. Израиль. Израиль, конечно, да. Им будут вот четыре, ну, три дня соревноваться, плюс мы им подготовили и экскурсионную программу, чтобы они могли посмотреть на нашу Ригу, узнать ее лучше, потому что до этого мы проводили фестивали поменьше, и проходили они все в Юрмале, они назывались «Бархатный сезон». Мы их проводили обычно в конце августа, в начале сентября, и у нас тоже собиралась довольно международная публика, просто она была поменьше, программа тоже была рассчитана на два дня, а это практически альтернатива такая чемпионату мира по «Что, где», когда просто чемпионат мира, он обычно ограничен сильнейшими командами, мы же планки никакие не ставим, именно по принципу Олимпиады, что главное – участие, а не победа. Вот как раз хотела спросить, как же будут состязаться те, кто являются самыми сильнейшими командами, и те, кто, в общем, на любительском, ну, может, не на такой любительском. Да, потому что я посмотрел в списке, там будут люди, команды, которые входят в десятку сильнейших команд мира, даже будут обладатели первого места, и как же вот с ним наши там скромные провинциальные команды будут соревноваться. Ярто, что не в их пользу будет. Ну, я на самом деле бы сказал, что наши команды уже далеко не провинциальные. У нас в Риге существуют очень сильные команды мирового уровня, я бы сказал, потому что играют и тренируются на синхронных пакетах. Синхронные турниры – это когда сочиняется пакет вопросов, допустим, 36 вопросов, и одновременно играется по всему миру. А потом результаты объединяются, и смотрится, кто сильнее, кто победил. И вопросы пишутся, естественно, из расчета на уровень мировой, не под кого-то конкретно. И наша команда приходит, по сути дела, это как в спорте, тренировка, 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 люди тренируются, и результат есть. Рига далеко не новичок. Ну, на самом деле, плюс у нас будет несколько зачетов нас на Токиаде, то есть там будет, в принципе, возможность показать себя всем. И тем, кто в середине, может быть, таблицы по уровню знания находятся, и кто вверху. А таблица сколько там позиций? Середина – это какой номер? Ну, если у нас сейчас где-то зарегистрировалось, плюс-минус будет 80-85 команд приедет. Ну, середина – это где-то 40-е. Ну, то есть, на самом деле, ну, в зале соберется где-то полтысячи человек. Такого не было еще? Нет, такого еще не было. Все будет проходить в гостинице Белеву. Это бывший маритим. И бывший турист. И бывший инфтурист, да. И мы сняли все помещения, которые там только были, внизу, чтобы поместились люди и могли сыграть. Потому что, например, что где-когда подразумевает, что все сидят в зале в одном. То есть, это будет такой самый массовый мероприятий. И что и все действительно полторы тысячи в одном зале? Ну, не полторы, пятьсот. Пятьсот, да. Пятьсот по месяцу, да. Мы посчитали, посмотрели. Сегодня после эфира я еще пойду в гостиницу, мы еще поговорим, посмотрим тоже на месте, детали обсудим. А маленькие залы будут использоваться для того, чтобы синхронно одновременно отыгрывать отборочные игры на свою игру. Если кто-то смотрел по телевизору свою игру, то должен знать правила. Это, в принципе, точно то же самое, только без телекамеры. Люди соревнуются на знание умнейшего знатока индивидуально. Это будет восемь залов в восьми местах будут они играть. Одновременно. Одновременно, да. А потом будут происходить отборы, сильнейшие будут выходить, проходить дальше. А день от дня и на третий день знатоки Ады, собственно, будут играться в финалы уже. Это будет. Зачем тогда по играм? Вот, как я понимаю, это те же самые игры, только немножко другие спортивных вариантов. Вот что, где когда спортивный вариант, просто не все понимают, когда одновременно играет множество человек. Да, спортивная версия отличается от того, что команды играют не против телезрителя, а друг против друга. Потому что на телевизионной версии одна команда садится, на нее направлены все телекамеры и отвечают на вопросы телезрителей. В данном случае вопросы подбирает редактор определенный, группа редакторов. Дистанции вопросные могут быть разные, но минимум это 36 вопросов. Максимум не ограничен. Существуют марафоны, что где когда, когда люди играют сутки напролет, сменяясь только там на поспать. Это такие тоже есть игры. Ну вот. То есть никакого волчка, голоса ведущего и там все такого нету. А что, ведущего нету? Нет, ведущего все видят. Все видят ведущего, садится в зале, в нашем случае 80 команд, читается вопрос, дается минута на размышление, все команды на бланках ответа пишут свои правильные, неправильные версии, секунданты собирают, жюри смотрит и выставляет, заполняет табличку, кто ответил, кто правильно, кто неправильно ответил. И тоже так же минута, да, все? Ну так, да. А как там с этими всеми, помощь зала там, не знаю, клуба? Нет, конечно, это все запрещено. Запрещено пользоваться электронными читалками, телефонами, чтобы не... С собой нельзя брать или нельзя вытаскивать? Выключать. Ну, выключать нужно, да, чтобы никому не мешало. То есть нет такого дополнительного минуты там, да? Нет, ну есть свои некоторые фишечки, такие серии, когда, допустим, определяется, ну, чтобы всем было как-то интересно играть. Допустим, организаторы говорят, что за тем, кто после первого тура на 13 месте, тем специальный приз от оргкомитета, и потом смотрят. Ну, там уже как-то интереснее, а то, что все при первом месту там уходят, а тем, кто в конце, тем обидно. Ну, вот какие-то такие вещи придумываются. Плюс, на самом деле, помимо такого, что где, когда классического, проходит разного вида вариаций. Кубок дружбы, например. Кубок дружбы – это такое мероприятие, на самом деле, оно для того, чтобы игроки, знатоки могли познакомиться друг с другом. Команды формируются по принципу, по плавающему принципу. Играется несколько, собирается команда случайным образом, отыгрывается три вопроса, и после этого игроки опять меняются в командах. И так получается, что каждый игрок может поиграть очень во многих командах, а потом суммируются его личные баллы. Скажем, вот он играл в этой команде, эта команда ответила на вопрос, он плюс один балл лично себе заработал. Поиграл за другую команду, там ответил, еще плюс один балл себе. И вот в итоге потом почитывается, кто самый ценный игрок, кто переходил из команды в команду, и команда успешнее всего выступала. И что, где, когда получается, ну и получается такой элемент знакомства, когда знатоки из разных стран могут пообщаться, посмотреть, как кто играет другой. Потому что обычно команды идут и живут вместе как семьи годами. Они ездят там на соревнования на разные и очень болезненно воспринимают, если кто-то у них не может поехать, и кто-то новый приходит. В многих командах это и семьи есть. Да, в многих командах, в принципе, действительно семьи есть, а в некоторых потом семьи образуются. А вот такой обычный вопрос. Когда одновременно играет много команд, что где когда они жили, они не слышат версии друг друга. Нет, конечно, не слышат. Потому что, когда начинается само обсуждение вопроса, поднимается такой шум и гамма, что услышать кого-то, даже вот сидящего буквально рядом, практически невозможно. То есть это нужно, может быть, если специально не обсуждать, сесть вот так вот попрямее, откинуться назад и выставить ухо, тогда, может быть, что-то можно услышать. Но, естественно, так никто не поступает. Все-таки у нас тут фэрплей достаточно соблюдается. А кто будет вести вообще? Кто-то знаменитый или… Да, с хорошо поставленным голосом. Для ведущих мы не гонимся за какими-то знаменитостями, потому что нам главное, чтобы была дикция, и человек был опытным игроком, который знает, как расставить акценты в вопросах. Потому что в самих вопросах очень часто важны нюансы. Как ведущий выделил какое-то слово, возможно, сделал где-то паузу, возможно, он даже повторил что-то дважды. То есть все знатоки это ловят, опытные, и им это помогает. Неопытные, конечно же, кто первый раз там приходит, они не знают таких вещей, им, естественно, тяжелее. Но это можно такие вещи делать? Конечно, можно. Конечно, можно. В принципе, когда вопрос… Это не считается под сказкой? Когда вопрос пишется, он… там редактор даже специально комментарии чтецу оставляет, допустим, кавычки не читать, или там выделить голосом это слово, да. То есть под подсказкой это не считается? Бывает подсказка, это даже номер вопроса, допустим, номер пятый вопрос, а в ответе будет там ответ пять. Да. То есть очень много факторов. А не существует такого риска сговора тогда, получается? Нет, нет, нет. Такого, конечно, не существует, как я уже говорил. Вот принципы фэйрплея, они очень важны у нас. Что, где, когда, потому что, на самом деле, ну, игра поддается каким-то таким махинациям, вполне возможно, особенно там синхронные вот эти турниры, которые проходят по всему миру, да. То есть, конечно, нет стопроцентной гарантии, что в каком-то уголке появится команда, которая скачает эти вопросы, покажет своим игрокам, они сыграют лучше всех, да. Но, как бы, это так никто не делает, потому что, во-первых, это самим командам какой интерес там участвует. Это неинтересно. Играшный интерес, то есть денег никто не зарабатывает на этой игре, поэтому интересно именно играть, развиваться самому, узнавать что-то новое, так скажем так, чтобы мозги не заржавели, приходите играть. Плюс такие результаты неожиданные, они всегда очень заметны, скажем, если команда новая и показывает только хорошие результаты, допустим, на синхронных турнирах, а на очных турнирах, куда приходят, там не показывают результаты, ну, как бы так. Подозрительно выглядело. Да, становится подозрительно. Мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас сейчас новости и реклама. Напомню, что в гостях один из организаторов из «Натокиады-2015», представитель оргкомитета Константин Чекушин. Напомню, что это мероприятие пройдет в Риге с 14 по 16 августа, то есть следующие через выходные, получается так. Не переключайтесь. Итак, мы говорим сегодня о седьмых всемирных играх знатоков «Знатокиады-2015», который пройдет в нашем городе с 14 по 16 августа в Риге, я имею в виду. Да, Рига станет интеллектуальной столицей. Константин Чекушин, один из организаторов «Знатокиады» и представитель оргкомитета, с нами сегодня в студии. Звоните нам, пожалуйста, с вопросами 672-12-939 и 672-13-939. Я так понимаю, что вы говорили про Кубок Дружбы, то есть когда меняются игроки, образуют разные команды, учитывая, что приедут к нам знаменитости, то есть для простого игрока есть шанс оказаться в одной команде с знаменитостью и даже из телевизора. Да, конечно, к нам приедут довольно известные медиаперсоны, которые выступают в элитарном клубе «Что, где, когда» на телевидении. Это Максим Поташов, Илья Новиков, Елена Потанин. И, в принципе, из молодых игроков из команд тоже будут люди, которые для людей, следящими внимательно за эфирами, они их знают. Но, к сожалению, тут тоже такая проблема самого спортивного движения «Что, где, когда», что, например, чемпионов мира, сильнейших, действительно сильнейших игроков, их люди не знают, потому что на телевизоре они не выступают. Это Антон Губанов, допустим, никому ничего не говорит, но на самом деле… А какая команда сейчас является чемпионом мира? Сейчас, на данный момент, действующие чемпионы мира, по-моему, это как раз… Вот, честно говоря, я уже забыл. Или, по-моему, КСЕП. По-моему, КСЕП. Рейтинги на первом месяце. КСЕП – это название. КСЕП – это название команды, да. Есть рейтинг МАК, так называемый, международной социации клубов. Участие во всех турнирах дает некоторые рейтинговые баллы, которые подсчитываются на этом рейтинге. И поэтому есть список сильнейших команд согласно рейтингу, но есть еще и чемпионы определенных мероприятий. Чемпионы Санта-Киада, чемпионы мира. Среди студентов есть чемпионы, среди школьников есть, чемпионы, потому что проводятся и в этих, скажем так, дисциплин. Дисциплины такие тоже есть. Школьный чемпионат Европы проходит, например, в Белоруссии, в Гомеле. Кубок Западной Европы – это такой тоже, можно считать, чемпионат мира среди студентов. Он проходит в Петергофе. Много-много мероприятий, много интересных людей к нам приедет, со всеми можно будет поиграть. Не только на Кубке Дружбы, будет и своя игра, где с ними можно посоревноваться будет. То есть, на самом деле, я сторонник того, что соревноваться нужно не со слабыми, а соревноваться нужно с сильными. Это дает возможность расти, стремиться к чему-то, поэтому будет интересно. Вот немножко, может, об истории знатоки Ады. Мы знаем, что первые, не только первые, а, по-моему, четыре подряд проходили в Израиле знатоки Ады. Да, сама идея знатоки Ады появилась, как я уже говорил, как альтернатива такая чемпионату миру, просто с олимпийским принципом. И ребята из Израиля, наши коллеги, я бы хотел отдельно отметить Юлю Воробьёву, она, кстати, приезжала к нам в Риге, когда мы рассматривали площадку Риги как предполагаемое место проведения следующей знатоки Ады. Ады, она и местные ребята придумали формат этого мероприятия и провели его в Вейлайте. Это курортный город, туда было единственное, что довольно дороговато, конечно, лететь со всего мира, боялись, что, может быть, не пойдет, что не прилетят, но ребята постарались, они нашли много спонсоров, им помогали еврейские фонды определенные, которые дали денег, они смогли компенсировать часть дороги, компенсировать проживание, у них получилось замечательное такое, настолько замечательное мероприятие, что настолько хорошо выстрелило, что осталось жить и развиваться, как мы видим. И в этом году уже мы вышли на новый уровень, можно сказать, мы проводим двухсерийный эту знатоки Аду, первая серия прошла в Кишиневе, она называлась «Букет Молдавии», «Занта Киада», «Букет Молдавии», наша серия называется «Рижские каникулы». Ну, «Букет Молдавии» был совсем недавно, в мае, и сейчас уже «Рижские каникулы». Не сложно так собрать народ, в принципе, и знатоков самих, и спонсоров, так сказать, подготовить? Это же довольно дорогое, я так понимаю, мероприятие. Да, это дорогое мероприятие, к сожалению, со спонсорами, конечно, всегда тяжело, но нам помогает, большое спасибо, LifeRiga. LifeRiga оценила наше мероприятие и выделила нам средства под аренду зала, а в принципе, ну, две главные статьи расходов – это аренда зала и редакторская работа по составлению вопросов, потому что такие, ну, от них никуда не уйти, от этих двух вещей, то есть должны быть вопросы… Обязательные составляющие. Да, обязательно должны быть вопросы, должно быть место проведения. Призы, там всякие такие экскурсии, это уже дело такое наживное, скажем так. Как бы, сама гостиница «Белеву» нам пошла тоже навстречу, они сделали нам подешевле эти залы, что мы их снимаем на три дня, поэтому тоже им спасибо большое. Вот. Ну, я еще, на самом деле, буду встречаться, может быть, с местными производителями, мне бы хотелось какие-то наши латвийские, скажем так, подарки организовать, там, допустим, что-то из «Дзинтерса», может быть, лаймы, там, «Латвиясбальзамс», стандартные такие вещи, сделать подарки. Но это еще будет вот на этой неделе решаться. А теперь будет все время в таких двух турах проходить «Знатокиада» или это такой эксперимент вот в этом году? Это был эксперимент, это был эксперимент, я думаю, все-таки очень велика вероятность, что вернемся к единому турниру. Почему? Ну, в этом году так повезло, что, как бы, вот у нас получилось две площадки, которые, в принципе, были готовы провести. И вы решили никого не обижать, и мы решили даже не обижать, потому что, на самом деле, публика-то, она делится, да, кому-то удобнее приехать в Латвию, в Ригу, кому-то удобнее приехать в Кишинев, потому что там, например, в Кишиневе больше участвует, опять же, такой локальной публике, больше кишиневских команд, из России где-то там тоже побольше команд, может быть, участвует. У нас приезжают, удобнее в Германии приехать, в Финляндии очень удобно прилетать, рейсы дешевые сейчас. Поэтому, в принципе, Рига, как такой центр Европы, в этом плане очень выгоден. Нам проводить мероприятия очень удобно, недаром к нам сейчас некоторые, вон там, я слышал, Кубана переехала, там тоже проводят. Ну, часть уехала, часть приедет. Я надеюсь, что святое место пусто не бывает. Для чего спонсорам, скажем так, поддерживать? Какой у них корыстный интерес? Это же, я так понимаю, не транслируется, вот, как, не знаю, Юрмалина там на всю Россию, да? Вы знаете, это проблема, вот я на чем говорил, о том, что движение, получается, со стороны может показаться немного замкнутым на себя. Потому что в зале собирается хоть и много людей, полтысячи человек, это немало. Но в то же время трансляции каких-то, это не телевизионный формат немножко. На самом деле я сейчас думаю над этим вопросом, над тем, как удобнее можно было бы организовывать интернет-трансляции мероприятий, которые проходят во время фестиваля. Потому что все транслировать нет смысла, да? Однако вполне по силам придумать какое-то одно мероприятие, там тут же что-то подобное, как своя игра, как брейн-ринг, что-то такого плана, делать это посередине фестиваля, мероприятия и транслировать его в интернет. Это хотя бы какой-то получается такая, ну это уже шаг к открытости. И я вот надеюсь, мне это удастся, может быть, в следующем году такую идею реализовать. Но спонсорам все равно интерес есть, потому что, допустим, если спонсор особенно ориентирован на рынок, который вне Латвии, информация о фестивале, она расходится и по прессе, и по иностранной прессе, и она расходится по пресс-релизам. Плюс сами игроки, которые выезжают, очень много, если раньше на самом деле была интересная тенденция, если раньше как бы считалось, что типичный игрок что-взи-когда это такой бедный студент, которому нечем заняться, но он очень умный, ну это как из серии... Если смотреть на телевизионную версию, то вряд ли это бедный студент. Да, на самом деле уже переменилась, переломилась эта тенденция, эти студенты уже давно все выросли, я сам начинал, в общем-то, даже тут в Риге как студент играть, они все выросли, они все люди умные, они нашли свое место в жизни, они работают на хороших работах и несут позитивный имидж всем, кто помогает этому движению. Эти компании остаются в памяти, допустим. Можно сказать, что где-когда играют же миллионы, допустим, по всему миру? Конечно, конечно, то есть эта информационная волна, она прокатывается по всему миру, можно сказать. И как я понимаю, они не только ведь на русском языке играют? Играют, в принципе, да, в той же Молдавии проходит, есть лига на молдавском, в Азербайджане играют на азербайджанском, в Грузии практически тотально играют на грузинском, там наоборот, если в других больше все-таки по-русски играют, то, например, Грузия отличается тем, что у них очень популярны именно на грузинском языке движения. Почему? Возможно, у них изначально телевизионный… то есть каждая страна может тоже брать такую некую франшизу на… и лицензию на произведение игры у себя на родине. И Грузия взяла лицензию и изначально начала проводить игры на грузинском языке. Возможно, это дало как раз… И изначально это когда? Толчок… ну, они начали производить передачу лет, наверное, уже семь назад, потому что… В 2008-м? Да, где-то… может быть, даже, наверное, раньше, в 2006-м они, наверное, сделали, потому что где-то в 2006-м, 2005-м и в Баку начали делать передачу свою. Потом чуть позже стали делать свою передачу и в Минске, и чуть позже стали делать в Киеве. То есть сейчас вот на данный момент существует на русском языке несколько клонов передачи «Что, где, когда». Не скрою, мы пробовали в Риге такое организовать, но, конечно, со спонсорами тут тяжело. То есть первый шаг, он довольно дорогой продукт получается, телевизионный. Я на самом деле предлагал передачи, когда мы общались с руководителями московской передачи, провести в Юрмале выездную игру. Как КВН выезжает в Юрмалу на Кивина, точно так же выезжает на Янтарную сову. То есть прямо на сцене концертного зала «Зинтери»? Нет, не на сцене концертного зала «Зинтери». Это тоже формат довольно такой закрытый, на берегу моря, поставить шатер, музыкальная пауза. А, как теледомик. Да, как теледомик. Музыкальная пауза на взморье. То есть картинка красивая. На фоне заката, знатоки, отвечают на вопросы, шум прибоя. Допустим, там лучшие игроки по интернет-голосованию или там смс-голосованию участвуют в этой летней игре. И вручается такая летняя Янтарная сова. Особенно сейчас, когда фестиваль уходит, я думаю, довольно легко договориться и с администрацией города о том, чтобы они как-то способствовали этому мероприятию. Но вот эта идея сейчас закинута, она там бродит. Получится, получится, не получится. Но это уровень должен быть не только латвийский, да? Или именно местные команды должны быть участвовать? Нет, нет, это уровень именно телевизионный. Телевизионный уровень. Это именно уровень элитарного клуба. Просто нам это выгодно в том плане, что наш город будет, опять же, звучать, привлекать. Да, а вот в знатокиаде сколько латвийских игроков будет участвовать или команд, может быть, как лучше сказать, считать? Где-то у нас порядка 10-15 команд, по-моему, было. Я сейчас табличку не помню. Почему? Потому что я все же обращаю внимание больше на иностранные команды, потому что одна из моих, скажем так, организаторских обязанностей – это способствовать, чтобы люди визу получили. Поэтому я им пишу приглашение от имени организации, отсылаю. Это очень большая такая работа. Все вечера, по сути дела, заняты этим. Но наша команда же не только из Риги. Да, наша команда не только из Риги. Наша команда и из Даугвпилса. Плюс у нас будет одна команда из латвийской лиги эрудитов. Они обычно играют другие типы мероприятий. Это квиз так называемый. Он проходит и на латышском, и на русском языке, вопросы задаются. Вот они услышали, что у нас такое крупное мероприятие и захотели попробовать. Мы их предупредили, что вопросы будут довольно тяжелые, что там нужно потренироваться. Ну вот если они сходят, я просто не знаю, ходили ли они на какие-то из наших мероприятий, они на всех на наших мероприятиях успевают бывать. Если они потренируются, я думаю, у них получится. Как минимум эмоции положительные, заряд будет. Ну как вы думаете, какой уровень у наших латвийских игроков будет? Как мы будем представлены на этой знатокиаде? Я думаю, что несколько команд у нас вполне поборются за то, чтобы войти как минимум в десятку лучших команд. А остальные команды, я думаю, где-то будут в середине таблиц. Ну, часть команд, которые новички, которые воспринимают большие круги как хобби и возможность собраться со старой компанией, те, конечно же, будут в конце таблицы. Ну, обычно, на самом деле, люди, которые в конце таблицы, они по этому поводу не переживают. Для них главное прийти, насладиться атмосферой. Это я как... Я же на Олимпиаде, когда был волонтером, я помогал Непалу. В Сочи, да? В Сочи, да. Помогал Непалу. И у них, они были представлены одним лыжником, который потенциально должен был занять, он говорил сам просто, когда мы с нами... Говорит, ну, я займу, говорит, может быть, предпоследнее место. Вот мне бы не последним быть. Ну, какой он занял? И я буду доволен тогда. А, и дойти до конца дистанции, там он на большую дистанцию шёл. И я, говорит, тогда буду очень доволен. И он относился к этой Олимпиаде действительно по-олимпийски. Он нас приглашал к себе домой, в этот олимпийский домик. Мы с ним чай пили, он показывал нам, какие у него проекты в Непале, какие он детям помогает, какие он собирает средства. То есть, других такого не было. Именно с ним он занял, конечно, как раз, по-моему, предпоследнее место и занял. То есть, он свою мечту, да, своей цели добился. Вот то же самое и у нас, да. Есть вот эти параллели с Олимпиадой, довольно ощутимые. То есть, не только какие-то достижения первых мест, но и какое-то общение. Конечно, конечно. Интеллектуальная тусовка, а какая-то высокая миссия, не знаю, гуманитарная, есть такая? Нет, ну, на самом деле, действительно, сейчас у нас и такие события в мире, которые делят не только, на самом деле, политиков, но и людей. У нас приедут команды и из Украины, и из России, и из Грузии, и из Армении. И из Азербайджана, и из Молдовы, и из Белоруссии, и из Германии, Финляндии, Эстонии, Литва. То есть, все эти люди будут общаться, все эти люди будут, я надеюсь, все-таки нести, может, высокопарно сказано, мир и дружбу. Поскольку эти люди довольно, ну, в своих регионах значимые, то их, к мнению, к их прислушиваются, то вполне возможно, это маленький такой вклад, но вклад в дело сближения народов, а не какого-то такого разделения. Поэтому игра объединяет. Вот я слышал, что когда в Азербайджане хотели закрыть первый канал российского телевидения, то там поднялось движение, как же мы будем смотреть нашу национальную игру, что где когда. И канал не закрыли, поскольку позиции, что где когда игроков в Азербайджане очень влиятельны, чуть ли не на государственном уровне. У нас такое вот, в принципе, может быть, когда, чтобы эта игра стала национальной. Ну, скажем так, она сейчас и является, по сути дела, ну, национальной в какой-то мере, потому что, если рассматривать уровень страны, у нас две довольно сильные организации в Риге и в Даугавпилсе, скажем, через жернова игры, если можно так сказать, за все эти годы существования, нам уже нашему клубу больше 10 лет, Даугавпилскому уже больше 25 лет, прошли десятки тысяч людей, десятки, которые кто-то поиграл, потом появились дети, они уже перестали играть, уже дети пошли в школу, в школьные лиги, участвуют в что где когда, студент, студенческая лига, что где когда, взрослых несколько лиг, что где когда. То есть, и проходит уже, возможно, сейчас очень популярно в Риге проходят всякие паб-квизы, так называемые, когда создаются, проходит «Ума палата», допустим, там, и прочее, их много, там, такого рода соревнования, когда составляется набор вопросов довольно, скажем так, медийных, там, картинки, нужно понять общий смысл, там, набора картинок, узнать картину какого-то художника по отрывку, узнать мелодию по нескольким нотам, но это все смешано, и вот в ресторане, допустим, собираются люди и отыгрывают, и так проводят свой досуг, это замечательно. Мне говорят, это ваш конкурент, я говорю, нет, это не мой конкурент, это наши коллеги по цеху, можно сказать, которые только развивают вот это движение, интеллектуальный спорт. Могут ли вот люди, просто не играющие, прийти на мероприятие, а в гостиницу «Белевы» и посмотреть просто? Конечно, посмотреть, безусловно, поиграть, к сожалению, нет, потому что команды строго уже определены заранее, потому что для них всех будут подготовлены столы, подготовлены материалы печатные. Но поприсутствовать можно? Но поприсутствовать, посмотреть, конечно, это будет интересно, особенно в финальные дни, когда будут финалы, схлестнутся сильнейшие умы и за игровыми столами, это все будет интересно. То есть в воскресенье, если кто-то хочет посмотреть, плюс это дни города. Именно в воскресенье вы имеете? Да, именно в воскресенье будет самое интересное. А, финал. Финалы, да. Ну, на самом деле, можно в любой день прийти, когда с 14 по 16 спокойно приходите и посмотрите, как это все происходит. И узнать много нового из вопросов. Узнать много нового. Да, может быть, это станет вашим хобби на ближайшие годы. Да, может быть, это понравится, и, пожалуйста, милости просим, в Риге у нас с сентября снова начинается новый сезон, открытый чемпионат Риги, который рассчитан для начинающих команд, где собраны вопросы попроще, на которых можно как раз втянуться и потренироваться, чтобы перейти к каким-то более серьезным мероприятиям, потому что у нас проходит и чемпионат Риги для профессионалов, можно так сказать. Наш клуб организует международный синхронный турнир «Балтийский берег», который проходит в шесть этапов. Это крупнейший синхрон в мире, в котором участвует крупнейшее количество команд вообще из всех организуемых синхронов на данный момент. То есть там... Строго-то, когда играет одновременно разные города. Да, порядка двух тысяч команд просто по всему миру рассаживаются. Играет наш турнир, который организуем мы из Риги. Марина Нажнина конкретно, координатор и главный... Марина Нажнина, которая главный, скажем так, координатор и тяговая лошадка этого всего дела. Ну что, нам пора заканчивать. Спасибо за рассказ. Один из организаторов Знатокиада 2015, представитель оргкомитета, Константин Чекушин был сегодня с нами, рассказал нам о том, что с 14 по 16 августа пройдет в Риге Знатокиада 2015. Так что всех приглашают, особенно в финал, посмотреть, как играют знатоки. И, может быть, вы тоже для себя выберете хобби и станете умнейшим человеком в Латвии. Кто знает. Спасибо вам большое, Константин. Всего доброго, до свидания и успехов. Всего доброго.